Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Так как многие интересуются про схему посадки 2 томата в 1 лунку, какие нужно делать расстояния и все прочее, сейчас, когда я сделала лунки, я именно так буду садить, здесь у меня будет уплотненная схема посадки, я вам расскажу, на каком расстоянии и как высаживаю я. Да, но еще раз напомню, что способов высадки и выращивания вот таким методом очень много, у всех они свои и разные, я могу говорить только о своем. Везде пишут, что вот такие не гибриды и не высокорослые можно выращивать на расстоянии 40 см друг от друга. Я так и делаю. Я делаю иногда на глаз, но сейчас, чтобы вам показать наглядно, я специально сделала такую мерную палочку. Вот видите, вот эта дощечка, вот у меня зарубка 40 см. И сейчас, пройдя по всему ряду, я вам покажу, вот у меня лунки. От растения до растения я отступаю 40 см. То есть, я прикладываю вот эту палочку примерно на средину лунки и до следующей средины лунки. Вот видите, метка. Вот, все эти лунки у меня, если тут посмотреть, будет точно так же. От лунки до лунки 40 см. От лунки до лунки 40 см. То есть, здесь будет расти растение, отступим 40 см, упремся в другое растение. Также у меня расположены лунки и во втором ряду. Но, вот такая посадка на 40 см разрешается, допускается, вернее, только с теми томатами, которые позволяют себя выращивать загущенно. Вот там у меня будет демидов. Он вообще, в инструкциях к нему написано, можно на один квадрат садить 6 растений. Вот у меня вот эта площадь, если вот так вот смерить, вот этот вот квадрат земли, это как раз будет квадратный метр. Там как раз будет 6 демидовых. И вот дальше по этому краю, ну тут я еще не делала лунки, потому что с краев я сажу в последнюю очередь, потому что там холодно. Там будут такие же лунки на расстоянии 40 см по всей, по всей теплице. Первый ряд. Там будут и демидов, и петруша огородник, все, которые можно выращивать так. И второй ряд. Но с петрушей там отдельная история, их надо чуть-чуть подальше друг от друга отсаживать, они раскустятся. Но не в этом дело. Дело в том, что первый и второй ряд я высажу на расстоянии 40 см, и здесь будут только низкорослые. Видите, какая разница? Или вот этот я высадила, он низкорослый, или вот следующий ряд, который будет здесь, будут расти вот эти вот великаны. Ясно, что все высокорослые и все гибриды нужно делать расстояние между лунками больше. Следующий ряд будет на расстоянии 60-70 см. Так как у меня сейчас готова только правая сторона, я вам показала схему посадки именно тех детерминатных, всяких вот таких компактненьких томатиков. Вот они будут на расстоянии 40 см. Когда вот эта вот сторона у меня освободится от стройматериалов, мы вот эти плашки будем вдоль стены укладывать, ну, для предотвращения от заморозков. Здесь я буду выращивать как раз вот эти гиганты, которые у меня сейчас уже переросли, про которые каждый год летом я говорю себе, Оля, пожалуйста, не сади на будущий год для получения раннего урожая, двухметровые, всякие высокие. Не надо, они перерастают. И каждую весну какой-нибудь томат меня все равно соблазняет, и я его сажу в ранние сроки. Вот эти вот высокорослые я буду высаживать на расстоянии 60-70 см. Лунка от лунки, но также по 2 штуки в одну лунку. Все, до свидания. Извините за мой рабочий беспорядок. Некоторые уже пишут, что вы сначала завалывали, разберите. Мне даже смешно. Кто работает на участке, тот прекрасно знает, что весной у нас все-все вот это вот, это все нужное, это все нужное. Это специально принесли, это специально принесли. Копалки принесли специально. Кажется, такой бардак. Я ничего от вас не скрываю. Вот что у меня есть в теплице, то и показываю. И перед видеосъемкой уборку делать я не буду. Извините. Это мой рабочий беспорядок. Без этого никак. До свидания. Желаю вам всем освоить вот этот уплотненный метод, посадки, попробовать. Возможно, вам понравится. Вот сегодня я высаживаю детерминатные низкорослые сорта. 40 сантиметров друг от друга. И, да, забыла сказать еще. Вот дорожка 50-60 сантиметров у меня основная. Эту часть я делю на два. В средине у меня образуется потом летом дорожка 40 сантиметров. И на каждой полосе из оставшегося вот этого размера, вот из этой оставшейся длины, исходя из полученных вот этих, ну, расстояний, я уже формирую эллипсовидную эту луночку. Получается здесь 40, 40 и 40, метр 20. С другой стороны тоже метр 20, это 2,40 и 60 сантиметров основная дорожка. Я не знаю, я таким методом пользуюсь много лет, все получается складненько так. И летом, когда их подтянешь к одному колушку две, они получаются как один куст. Они не мешают друг другу и совершенно хорошо, спокойно соседствуют. Еще раз, до свидания.